В пятницу вступает в силу новый пакет европейских санкций в отношении России из-за украинского кризиса. Евросоюз вводит запрет на организацию долгового финансирования для трех крупнейших оборонных концернов Российской Федерации и трех топливно-энергетических компаний. Кроме того, резиденты ЕС больше не смогут предоставлять кредиты пятикрупнейшим российским госбанкам. В Кремле заявили, что в качестве ответных мер Россия может ограничить импорт автомобилей и некоторых товаров легкой промышленности. Действие ЕС прокомментировал официальный представитель МИД Российской Федерации Александр Лукашевич. Это абсолютно недружественная линия в отношении России, которая противоречит интересам ЕС. Уже на многих уровнях политическое руководство России давало понять, что мы примем адекватные меры, и ответ наш будет вполне соизмеримым с тем ущербом, который наносят эти санкционные меры экономикам наших государств. На фоне ухудшения отношений с Европой Россия укрепляет сотрудничество со странами Азии. Президент Российской Федерации Владимир Путин в Душанбе участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В ШОС входит Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. После саммита в Душанбе представительство ШОС перейдет в Россию. В этот период планируется расширение организации. Полноправными членами ШОС стремятся стать Пакистан, Индия и Иран. Послы ЕС приняли решение о вступлении в силу новых санкций против России 12 сентября. Об этом сообщил сегодня источник во внешнеполитической службе Евросоюза. Этот же источник сказал, что санкции затем могут быть пересмотрены или отменены в зависимости от развития ситуации на Украине. В частности, это будет зависеть от соблюдения прекращения огня и выполнения плана по урегулированию, пояснил источник. В понедельник Евросоюз одобрил введение в отношении России нового пакета санкций, которые должны вступить в силу момента их публикации в официальном журнале ЕС. Эльмира Гасамбеква, Вижен ТВ